Это такая огромная responsabilность. Просто знайте, что Valtek ты рада, я рада тебя. Если вам нравятся эти игры, то вы молодец, но большинство, или, по крайней мере, очень громкое меньшинство, похоже, думает иначе. Какие из этих игр, по-вашему, на самом деле заслуживают любви? Поделитесь своим позитивом в комментариях. Номер 10. Mighty No. 9. Поскольку Capcom не выпускала игры про Мегамена на протяжении большей части 2010-х годов, фанаты надеялись на Кейди и Нафоне как некого духовного преемника. В процессе разработки Mighty No. 9 подавала надежды, но ближе к запуску все пошло наперекосяк. И Нафоне запустил Kickstarter для другой игры, в то время как Mighty No. 9 все еще находилась в разработке, причем еще и неоднократно откладывалась. Затем произошел странный переход от красивых 2D-визуалов к пластиковым 3D-моделям. И, конечно же, были пиар-катастрофы, вроде, цитата, «плохие парни будут плакать, как фанатики аниме на выпускном вечере». А низкое качество игры — это, цитата, «лучше, чем ничего». Другими словами, много хорошей репутации было сожжено, и Mighty No. 9 была признана одной из худших игр 2016 года. Номер 9. Call of Duty. Колда существует так долго и стала такой масштабной, что ее ненавистники извергают одни и те же жалобы с конца 2000-х, и, в принципе, за почти два десятилетия эти жалобы не сильно изменились. С каждым новым релизом к игре остается тот же вопрос — зачем покупать шпилку за кучу денег, если новая игра выйдет в следующем году, и затем через год, и затем через год, и затем через год? Мало что изменилось во франшизе с тех пор, как она усовершенствовала свою механику в старые добрые времена Modern Warfare. Но, несмотря на всю критику, люди по-прежнему ежегодно сметают новые копии с полок. Конечно, Vanguard, согласно имеющимся данным, является самой плохой продаваемой частью этой серии, но также известно, что она все равно продается миллионными тиражами. Номер 8. Battlefield 2042. Учитывая, сколько времени прошло с момента выхода Battlefield 5, уровень Battlefield 2042 разочаровал фанатов до глубины души. Это должно было стать эпическим возвращением единственного конкурента Call of Duty, а оно провалилось самым ужасным образом. Во-первых, даже бывалых фанатов батлы покоробило обилие багов и глюков, которые доминировали на старте. Во-вторых, игре не хватало множества функций, причем прям элементарных, вроде классического скорборда. С момента запуска Battlefield 2042 неоднократно шла в разрез с пожеланиями игроков. Настолько, что многие вернулись к Battlefield 1 2016 и даже, прости господи, к Battlefield 5. Номер 7. Halo 5. Guardians. Несмотря на то, что Halo 5 на старте получила множество хвалебных отзывов в игровых изданиях, давние поклонники Halo выражали свое недовольство с момента выхода игры. Фанатам показалось, что большая часть сюжета Halo 5 была запутанной и не добавила ничего существенного в историю. Спринтерский бег был воспринят в штыки, поскольку он почти превратил игру в Call of Duty и смотрелся в фирменном стиле боя чуждым. А то, как Ковенант неожиданно возвращается после уничтожения, это просто... What the fuck? Все это не имело никакого смысла. И понятно, почему люди разочаровались в разработчике 343 Industries. Особенно после того, как Halo Infinite осталась без каких-либо реальных обновлений после запуска. Номер 6. Mass Effect Andromeda Halo не единственная научно-фантастическая игровая франшиза, фанаты которой были очень разгневаны. Mass Effect Andromeda, возможно, досталась больше всех, и все благодаря магии Bioware. Собрав большую часть игры за 18 месяцев до запуска, Bioware выпустила шпилку со сломанной анимацией множеством ошибок и глюков. А еще они, по сути, отказались от фишек предыдущих игр Mass Effect, таких как система морали Paragon Renegade. С тех пор Андромеда была доработана до лучшего состояния, чем изначально, предлагая более играбельный процесс и отображая задуманное исполнение. Тем не менее, большинство людей все равно выскажут свое недовольство изменениями, которые были внесены в игру. Номер 5. Sonic the Hedgehog Было множество плохих игр про Соника, но ни одна из них не была настолько ужасной, как печально известный Sonic 2006. На протяжении многих лет люди твердили о том, насколько ужасна эта игра, даже после выхода Sonic Forces и Sonic Boom Rise of Lyric. С течением времени небольшая часть фанатов Соника спорит о позитивных элементах проекта, способных добавить ложку меда. Но это все равно не прощает баги, плохую озвучку, тупой сюжет, отвратительное управление, частые долгие экраны загрузки и одну чертову сцену поцелуя, которая была просто шозанах. В этой игре так много плохого, что ни один фанат Соника никогда этого не забудет. Номер 4. Fortnite Как и Call of Duty, Fortnite ненавидит многие хардкорные геймеры по множеству причин. Самая распространенная причина ненависти — раздутая популярность игры. Некоторые утверждают, что она дурно влияет на игровую индустрию. Другие ненавидят проект из-за издателя Epic Games, вернее, из-за ее недавних скандалов и связи с китайской компанией Tencent. Что касается самой игры, то некоторые указывают на отсутствие индивидуальности и зависимость от лицензионного контента для получения дохода. Это очень спорная игра для дискуссий, и все же даже критики будут заходить в Fortnite, чтобы заполучить костюм Гоку или Человека-паука. Номер 3. Fallout 76 Fallout 76 стала предметом споров сразу после выхода. Игра Fallout, сосредоточенная на мультиплеере? В этом нет смысла. Но мы попробуем. Ах, нет. Это выстрел в ногу. Со сломанным дизайном, неинтересным прохождением и поразительной коллекцией багов и глюков, Fallout 76 была полной катастрофой на старте. Причем до такой степени, что оставила яркое, грязное пятно на имени студии Bethesda, и это при том, что команды, входящие в нее вроде ID или Arkane, выпускали потрясающие игры. Некоторые считают, что со временем добавили достаточного улучшений, чтобы дать игре второй шанс. Другие считают, что недавнее расширение Пит обрекает будущие игры беседки на провал. Номер 2. Aliens Colonial Marines Если бы не Alien Isolation, Colonial Marines вполне могла бы погубить всю многолетнюю карьеру ксеноморфов в видеоиграх. Colonial Marines была больше, чем просто беспределом. Это было прям-таки убийство ксеноморфов, причем не в развлекательном плане. Никудышные визуальные эффекты, некомпетентные искусственные интеллекты, плохое техническое исполнение вызвали шквал упреков со стороны фанатов и критиков, утверждавших, что Gearbox Software солгала опрессе о состоянии игры и сделала ложную рекламу. Кому захочется играть в это для удовольствия, а не для тестов и анализа? Мы не знаем. И прежде чем мы представим наш номер один, вот несколько достойных упоминаний. Mario Party 9. Заставить игроков двигаться как один — это полный кайф. Dynasty Warriors 9. Фанаты были недовольны переходом к пустому, открытому дизайну мира. Метроид Prime. Федерейшн Форс. Игра Метроид Биссамус. И нам нужны друзья. Фу, мерзость. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. ИТи. The Extra Terrestrial. Сегодня мы выплескиваем злобу на плохо сделанные игры и отвратный маркетинг. Но современный игровой рынок еще не видел такой катастрофы, как ИТи. Все в этой игре предвещало катастрофу. Пятинедельная спешная разработка, которую вел один человек. Финансовые жертвы, которые были принесены, чтобы выпустить игру. То, как ее рекламировали в качестве рождественского подарка. Короче, абсолютно все. Представьте себе. Вы проснулись рождественским утром и обнаружили эту игру. Запустили ее на своем Atari 2600, а вас встретил вот такой вот кромешный ад. Баги и глюки, неприятные звуковые эффекты и запутанный геймплей привели к тому, что покупатели массово возвращали свои копии и отпугивали родителей от траты непомерных сумм денег на что-либо хоть отдаленно похожее на эту игру. Тем самым обрушивая рынок видеоигр в 1983 году. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, зацените другие ролики на канале и не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...